С августа 2020 года, учитывая ухудшение эпид-ситуации в городе и рост заболеваемости COVID-19, на базе 2-го стационарного отделения городской больницы номер 5 было организовано обсервационное отделение для оказания помощи больным с пневмонией с подозрением на коронавирусную инфекцию. Развернутое это отделение было на 60 коек. За период его работы с 13 августа по 28 августа было принято 243 пациента. С 28 августа 2020 года это отделение было перепрофилировано в отделение для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию. И было уже развернуто на 90 коек. За весь период работы отделения госпитализировано всего 640 пациентов. Было организовано, сформировано 4 медицинские бригады. В состав каждой бригады входит 3 врача, один из которых обязательно врач-анестезиолог, 9 медицинских сестер и 9 младших медицинских сестер. Ежедневно количество поступающих пациентов составляет от 20 до 25 в день. Есть тенденция, что скорые привозят пациентов почему-то в основном в вечернее и ночное время. То есть в течение дня неравномерно распределен поток поступающих пациентов. В момент поступления пациент осматривается врачом в смотровой. Это занимает время. Врач должен собрать анамнез, провести осмотр, провести инструментальный осмотр, провести лабораторную диагностику, произвести забор материалов на ПЦР-диагностику и дальше уже принять решение о госпитализации этого пациента в это отделение либо другие профильные отделения города. По результатам ПЦР-диагностики все пациенты, которые, результаты, если мы получаем отрицательные, они переводятся для дальнейшего лечения, лечения пневмонии в профильное отделение города, терапевтические отделения. При положительном результате такие пациенты переводятся, опять же, для дальнейшего лечения в городскую инфекционную больницу. Отделение обеспечено медикаментами, отделение обеспечено средствами индивидуальной защиты. Врач, медсестры, санитарки работают только в средствах индивидуальной защиты. Это костюм индивидуальный, бахилы высокие, две пары перчаток, респираторы не ниже класса, FF2, щиток либо маска. Да, действительно, бывают у нас скопления скорых на территории. Это связано с тем, что прием пациента – это процесс, который занимает определенное время. Врач должен одеть средства индивидуальной защиты, произвести осмотр больного, собрать анамны, заполнить медицинскую документацию. Также проводится забор материалов на ПЦР-диагностику. После осмотра каждого пациента врач должен снять средства индивидуальной защиты, в котором он находился, и в этом помещении должна провестись дезинфекция. Потому как все пациенты, которые туда поступают, они подозрительные на заболевание коронавирусной инфекцией, поэтому работа проходит в таком режиме.